записи и рубрики и так мы с вами продолжаем прошлом виде мы установили с вами движок wordpress и давайте знакомиться с данным движком если вдруг вы забыли как попасть вот в админ панель то есть вы знаете свой домен дальше вы к домену просто подписываете косую черту vp-админ нажимаете enter и увидите окно авторизации смотрим в левую колонку здесь есть вот такая вот стрелочка если вдруг у вас там монитор маленькие не умещается если вам так удобнее можно переключаться вот так первое это консоль это по сути главная страница админской части что здесь к чему вы будете пользоваться сайтом потом уже как бы разберетесь вот именно вот эти блоки зачем они нужны я не знаю я тут ими никогда не пользовался но имеется ввиду здесь все то же самое я пользовался то есть например создать первую запись что такое запись сейчас поговорим например вот эти блоки их можно вот так местами мышкой двигать если вам хочется их тут как-то распределить или вы можете это все отключить вот здесь вот есть вкладка помощь и есть вкладка настройки экрана можно назад вернуть вот этот блок который я закрыл и вы можете здесь вот так все подключать если вам как-то это мозолит глаза например оставить консоль в таком виде далее вы здесь видите обновление здесь будет показано обновление если у вас движок wordpress обновился но как правило релиза безопасности автоматический движок обновляется также здесь вы будете видеть обновление плагинов тем которые вы используете если вы очень совсем понимаете что такое плагины темы мы позже до этого дойдем а вообще урок у нас не об этом в этом уроке сейчас поговорим про рубрики и записи что это такое ниже у нас идет записи наводя мышь на нее мы видим здесь еще рубрики записи это по сути статьи статья это то чем вы делитесь со своей аудиторией в статье может быть там заголовок фото видео текст и статьи могут комментировать в комментариях ваши пользователи по сути введете блок на сайте то есть только для этого по сути записи и нужны записи можно разграничивать по рубрикам если таковое имеется то есть если у вас несколько рубрик рубрики это по сути просто категории также здесь есть еще так называемые метки метки это как ключевые какие-то слова под данную статью например и потом по клику по метке у вас будет сортироваться показано несколько статей в которой содержится например та же самая метка но это надо смотреть я позже покажу как это работает естественно если рубрик несколько то сначала мы создаем рубрики а потом уже статьи давайте кликнем по рубрикам изначально у нас уже есть по умолчанию рубрика называется без рубрики ее можно вот так вот удалить или оставить и создать новую создается все очень просто название рубрики обязательно пишем здесь например wordpress можно добавить описание родительская рубрика сейчас покажу что это такое нажимаем добавить новую рубрику она у нас здесь добавляется если что-то не так мы можем всегда удалить или изменить ее добавив описание внести какие-то изменения я добавлю еще одну рубрику назову ее джумала добавить вот и что такое родительская рубрика это если нужна вложенность скажем джумал это основная категория а wordpress будет у нас под рубрикой джумал то есть здесь выбираем джумал обновить перейду в рубрике когда у нас рубрика вложенная видите поставляется черточка то есть если нужна такая сложная структура категории с вложенными категориями здесь это так реализуются как это визуально на сайте выглядит я перехожу на фронтальную часть сайта обновляю страницу здесь мы видим с вами блок рубрика и видим только без рубрики новые созданы две рубрики мы не видим потому что в нет в них нет записи а в без рубрики запись тестовая есть называется привет мир то есть по сути переходим записи у нас есть тестовая запись мы ее конечно удалим то есть по сути эта статья зайдем сюда просто вам покажу вначале сначала вы увидите вот такую инструкцию вам она не нужна мы ее закроем так как я вам все сам буду рассказывать здесь вы справа увидите такой блок находим рубрики видите галочка помечена что данная статья относится в категорию без рубрики мы можем выбрать несколько либо одну пускаю относится данная статья ко всем рубрикам верху есть кнопка обновить обновляем данную статью идем на фронтальную часть сайта обновляем страницу и видим в блоке рубрики у нас с вами показаны все три рубрики то есть кликнув по категории jumla да видим статья здесь есть но теперь давайте поговорим про статьи но затронем их в этом видео немножко так как здесь глобальная тема построение контента именно как красиво можно оформить ваши статьи так называемым плагином gutenberg который внедрен в ядро wordpress об этом будет отдельный урок может быть даже несколько уроков и так статьи но здесь он называется записи то есть вот тестовая статья можем удалить добавляется статья добавить новую также можно массово удалять изменять видеть кто автор про автор еще поговорим рубрики метки не заданы давайте добавить новую статью добавить заголовок то есть это самое главное статье это первый главный заголовок я напишу все о джумле jumla если кто не знает это название другого движка для создания сайтов сейчас немножко буквально затронем с вами написание статьи через gutenberg то есть редактор контента так как мне нужно в этом уроке показать вам как записи создаются элементарно а уже более детально будет отдельно урок и так это только заголовок надо хотя бы добавить немножко текста и хотя бы одну фотографию ниже вы видите у нас есть такой текст начните писать или нажмите нажимаем сюда пишем какой-то текст про всякие вот эти иконочки также позже поговорим текст мы добавили давайте добавим изображение вот здесь вот у нас есть такой голубой плюсик кликаем сюда все эти плагины мы также будем но не все основы я вам покажу нам нужно найти изображение вот здесь вот видите изображение плитка нажимаем у нас помещается здесь видите блок под нашим текстом здесь можно загрузить компьютером библиотека файлов ставить сайт библиотека файлов у нас открывается медиа менеджер выбрать файл из компьютера выбираем изображение отдельный будет урок про изображение здесь надо будет очень внимательно вам слушать так как я буду объяснять как сделать все красиво грамотно и сохранить сайт в чистоте и что у вас очень быстро он грузился пока мы просто знакомимся поэтому я щас об этом детально не останавливаюсь я выбрал файл у меня единственно здесь картинка который только что загрузил его дети нажимаю выбрать вот так вот картинку нас помечается на этом давайте здесь остановимся так как а я уже сказал что будет отдельный урок здесь я нажимаю опубликовать и давайте посмотрим как наша статья выглядит на сайте обновимся перейду в jumla не забываем назначить рубрику выбираем jumla еще раз обновлюсь пойдем на сайт вот наша статья вот статья ниже которая была по умолчанию если перейдем прямо в jumla статья также эту статью мы видим кликнув по заголовку мы попадаем внутрь статьи то есть вначале мы видим как бы анонс отрывок статьи здесь мы видим форму комментариев где я оставлю тестовый комментарий что потом показать вам как это работает и несколько слов о метках вот здесь вот видите метки добавляется также к статье вот здесь у нас есть такая видите вкладка метки пишите просто какое-то ключевое значение данной статьи у меня jumla и нажимаем enter также по крестику можно метку удалить если она не нужна и нажимаем обновить как только хотя бы одну метку добавили вы можете видеть под статью его здесь будут метки если будет несколько они будут здесь рядом несколько если кликнуть по метке то здесь будет показать заголовок метки и по сути если несколько статьи будут относиться к одной и той же метки то очень удобно сортировать кликнув по метки джумла да мы можем видеть несколько статей относящиеся именно к этой метки и несмотря на то что метку нам мы добавили через статью если мы перейдем воде слева на вкладку метки то та самая метка она будет здесь отображаться где можно удалить также ее изменить и также здесь добавить своих меток когда мы здесь добавляем метки например здесь заранее будут какие-то заготовленные метки которые вы будете часто использовать к записям например напишу 7 с и нажму добавить новую метку перейду а в записи перейду в свою джумла запись хочу вам наглядно показать так как метка уже задано мне можно только на начать ее набирать ее название вот две буквы набрал и выйдите подставляется как бы поиск меток уже существующих чтобы мне целиком метку не писать это удобно я просто на нее клику отсюда и она здесь добавляется вот так это работает на этом уроке давайте поставим паузу я в следующих уроках обязательно вернусь к записям wordpress где более подробно расскажу как красиво оформлять статьи с использованием гутенберг который встроен у нас в ядро wordpress следующем видео поговорим про медиафайл